всем привет и это опять дуб наружная обработка в принципе не сильно интересует людей потому что ну все знают как это происходит видели но всегда всех больше всего интересует как обрабатывается твердая порода крючками очень много было разговоров по поводу супер твердости дуба что крючки не предназначены для твердых пород они в основном только для липы предназначены вот сейчас большая сравнительно большая заготовка из дуба и мы сейчас попробуем ее обработать внутри кстати без высверливания посмотрите как это происходит и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чистота поверхности после чистового крючка. Так что дуб обрабатывать можно. Даже нужно. Время ограничено, да? Тороплюсь я немножко. Пришлось прям в гараже поставить. К стенке закрепить временно свой станок. Но это, конечно, безобразие. Он шатается. Надо бетонировать пол и по-нормальному крепить, чтобы никаких вибраций не было. Вот планшайба, шурупы. Шурупы вот так вот. В принципе, что забивной патрон, что этот по скорости подготовки одинаково. Вот здесь толщина самой планшайбы, наверное, я не знаю, там, миллиметров 7. Резьба 30 шаг 3 или 3,5. Два подшипника, но они греются. Значит, обороты тысяч с лишним, наверное, надо поменьше. Вот сейчас будем работать. Вот подручник у меня 23, толщина подручника 31. Вот здесь толщина труба, стенка 9 миллиметров. Вот здесь 30, вот здесь 20 толщина. Вот такой вот станок. Но я вам за таким не советую пока работать, если опыта нет. Потому что 2 киловатта двигатель у меня. Вот. Это опасно. Вот так вот. Вот так вот. Конечно, разница, когда станок мощный. Но когда только учишься за таким, конечно, лучше не работать. Но смотрите, разница какая. Насколько он... Насколько он мощнее. Понимаете, да? То есть как быстро. Вот. Ну, смотрите на мощном станке, как это работает. Вот. Вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...